МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Максим Самойлов. О главных событиях региона расскажем прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем связано повышение цены на главный продукт в потребительской корзине оренбуржцев? И готовы ли жители отказаться от хлеба? Как часто покупают мучные изделия? Опрос от корреспондентов ОРТ. Двойная победа. Футбольный клуб Оренбург в домашнем матче взял верх над нижнекамским нефтехимиком. В начале выпуска о погоде. На этой неделе она вновь будет весьма переменчивой. Первая половина ознаменуется осадками. Дожди будут фиксироваться в центральных и северных районах области. Начиная со среды осадки прекратятся. Установится теплая комфортная температура. Днем воздух будет прогреваться до отметки в 25-27 градусов. Ветер слабый до 5 метров в секунду. А вот к концу недели небольшие дожди вернутся в Оренбуржье. В пятницу, субботу и воскресенье осадки пройдут на большей территории региона. Но, по словам синоптиков, они будут иметь кратковременный характер. Более подробно о погоде на предстоящие 7 дней расскажем в ближайших выпусках новостей. А пока к другим темам. Пожары, дорожные аварии и трагедии на воде не обошлись минувшие выходные без происшествий. Только спасатели МЧС более 20 раз выезжали на тушение различных возгораний. Более подробно расскажет моя коллега Ольга Энгельс. Трагедия в Новотроицке. 57-летний мужчина погиб на пожаре. Сообщение о возгорании поступает в половине первого ночи 8 августа. Горит жилой дом и надворная постройка. Полностью справиться с огнем удается лишь к половине пятого утра. Внутри обнаружено тело мужчины. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. ДТП с пострадавшим. 57-й километр автодороги Оренбург-Илек, граница с республикой Казахстан. Водитель иномарки не справился с управлением. Машина врезалась в дорожный знак. 23-летнему водителю и двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка. Не поделили перекресток. В Орске на пересечении улиц Медногорской и Ленинского комсомола столкнулись два автомобиля. Предварительно установлено, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто. В аварии пострадал 73-летний водитель ВАЗа. У пенсионера диагностированы множественные переломы. Происшествие на воде. Трагедия произошла в Кувандыкском городском округе 9 августа. Тело мужчины обнаружили в реке близ окраины поселка Урал. Причины смерти и личность погибшего пока не установлены. Правоохранители проводят проверку. Днем ранее аналогичное происшествие удалось предотвратить в Орске. Спасатели городского центра гражданской защиты вытащили из воды 14-летнего подростка. Ребенок купался в месте, не оборудованном для отдыха, на воде. Причины происшествия устанавливаются. Ольга Энгельс, Владимир Зволинский, Новости дня. И еще об одном трагическом событии. 8 августа стало известно, что вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму. Виктор Глухов планировал приехать в Оренбург и возглавить жюри кинофестиваля «Восток, Запад, Классика и Авангард». Виктор Глухов должен был возглавить жюри российского конкурса 13-го международного фестиваля «Восток, Запад, Классика и Авангард», который пройдет в Оренбурге с 21 по 26 августа. Как сообщают федеральные агентства, в Крыму Глухов принимал участие в профильном молодежном форуме и отправился по популярному туристическому маршруту тропа Голицына. Он сорвался с мыса, когда пытался сделать красивые фотографии. Подскользнулся на мысе капчик и упал с 60-метровой высоты на камни. От телесных повреждений мужчина погиб на месте. Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по республике Крым, по факту смерти Глухова проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Виктору Глухову было 67 лет. Прощание с погибшим состоится 10 августа в Московском доме кино. Предположительно, в Оренбурге на посту жюри кинофестиваля Глухова заменит член Союза кинематографистов России, член гильдии кинооператоров СК России Сергей Мокрицкий. Задержали и обезвредили. В областном центре прошли антитеррористические учения, проходили которые на территории Международного аэропорта Оренбург. Отрабатывались практические действия группировки сил и средств по внештатным ситуациям. По легенде, один из самолетов с пассажирами захватили террористы, которые хотели взорвать борт, расстрелять людей, если спецслужбы не выполнят их требования. Договориться с захватчиками не удалось, поэтому ТУ-134 брали штурмом. В учениях участвовали сотрудники управления ФСБ Паренбургской области, полицейские, сотрудники регионального МЧС Следственного комитета. Все задействованные подразделения с поставленными задачами справились. И далее информация по ситуации с коронавирусом в области. За последние сутки 104 положительных тестов на COVID-19 подтверждены лабораторно. Таковы данные Федерального оперативного штаба. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии – 7962 человека. 55 пациентов умерли от коронавирусной пневмонии. 4 новых смертельных случая произошли в минувшие выходные. На сегодня борются с инфекцией 1689 жителей региона. И в продолжении темы. Самых тяжелых коронавирусных больных Восточного Оренбуржья спасают в Новотроицке. Кто проходит лечение в COVID-центре? Как сложности работы с COVID-ми пациентами преодолевает медперсонал? Все подробности в следующем сюжете. Для лечения пациентов с COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка выделили сразу три здания. Они рассчитаны на 193 койки. Под госпиталь с реанимацией за короткий срок переоборудовано гинекологическое отделение на улице Советской. В этом здании есть лифты для транспортировки пациентов. В этом здании есть операционные, которые позволят в случае необходимости провести какие-то неотложные экстренные операции пациентам, которые находятся на лечении по поводу COVID-инфекции. Особое внимание вызывает реанимационное отделение. Оно находится в так называемой красной зоне. Рассчитано на 18 коек. Вход в специальных защитных костюмах, очках и маске. Здесь пациенты получают кислородную поддержку. К аппаратам искусственной вентиляции легких больных подключают только в крайних случаях. Это вынужденная мера. К сожалению, это всегда мера отчаяния. И, к сожалению, нам очень сложно потом отучить пациентов от аппаратов и ИВЛ. Научить легкие вновь дышать самостоятельно – сложный и важный процесс. Тем более, что большинство пациентов в больнице – люди старше 60 лет. Тяжело было дышать. Горло что-то прихватило. Вот этот квас попил. Вот. Так ни с кем не общался. По мнению врачей, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. В последние дни в ковид-центр привозят все больше новотрайчан. В связи с этим больница продолжает принимать новое медицинское оборудование. К уже имеющимся 55 аппаратам ИВЛ в ближайшее время должны прийти еще 30. Также в планах установка двух новых компьютерных томографов. Вячеслав Кампа, Екатерина Степанюк, Виктор Литовский. Новости дня. Это новости дня. Во второй части программы вы узнаете. Подорожал хлеб. С чем связано повышение цены на главный продукт в потребительской корзине оренбуржцев? И готовы ли жители отказаться от хлеба? Как часто покупают мучные изделия? Опрос от корреспондентов ОРТ. Двойная победа. Футбольный клуб Оренбург в домашнем матче взял верх над нижнекамским нефтехимиком. Мы продолжаем. Подорожание муки в среднем на 14% стало причиной повышения цен на хлеб. Такое объяснение от регионального министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности получили оренбуржцы в ответ на беспокойство насчет роста цен на хлеб. Еще в январе нынешнего года эксперты Минсельхоза России отметили исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году. В связи с этим они заявили о возможном повышении в 2020 году стоимости хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной пшеничной муки. В нашем регионе к 1 августу также зафиксировано увеличение средней отпускной цены на пшеничную муку на 7,5%, на ржаную муку на 14% по сравнению с началом 2020 года. В связи с этим, чтобы избежать убытки, производителям хлеба приходится поднимать стоимость продукции. Но если в течение 30 календарных дней цены вырастут на 30% и выше, правительство России имеет право на 3 месяца установить в Оренбуржье предельно допустимую розничную стоимость для стабилизации ситуации, пояснили в профильном ведомстве. Поэтому повышение цен может сказаться на потребительской корзине. Как часто оренбуржцы покупают хлеб? Этот вопрос наши корреспонденты задали жителям областного центра. Вот некоторые ответы. На два человека, ну, на два дня 300 грамм хватает. Ну, где-то булку, хлеба. На день. На день. На семью. Ну, я его просто не ем. Ну, потому что он калорийный и вреден, особенно белый. Ну, на неделю булки хватает. Ну, мало хлеба едем. Ну, я не задумываю. Булка на два дня. Круглую булку на день. Одна булка в два дня. Нам булку в неделю нужно, не больше. В результате нашего экспресс-опроса большинство респондентов, а это 60%, признаются, что не представляют свой рацион без хлеба. Этот продукт в списке их покупок стоит всегда на первом месте. А покупают его довольно часто. Булки хлеба хватает примерно на день-два. 20% опрошенных ограничивают себя в употреблении хлеба. Признаются, что одной булки им хватает практически на неделю. Еще 20% оренбуржцев отказались от хлебобулочных изделий совсем, так как считают, что излишнее употребление мучных изделий могут привести к избыточному весу. А теперь к сводкам с полей. Уборка зимы Хворьбуржья прекращена. Но в хозяйствах все еще продолжается сбор урожая. Свыше тысячи единиц техники ведут свою работу в 20 районах области. Сейчас ведутся работы по сбору ячменя и проса, а также по высадке культур на будущий год. На сегодня аграриями уже скошены зерновых с площади 800 тысяч гектаров. На молот составил более 2 миллионов тонн. При этом средняя урожайность 23 центнера. Это рекорд за последние несколько десятков лет, говорят агрономы. По их словам, погодные условия в регионе, дожди и невысокие температуры положительно скажутся и на урожае будущего года. Нам дожди нужны сейчас для посева азимов. Мы что-то собираемся сеять. Мы посеяли всего там 250-270 гектаров азимы и ржи. Это очень хорошо. Ожидаемые осадки на субботу-воскресенье, они помогут азимы нам. Те зоны, которые засушливые у нас, хоть и район небольшой, а все равно осадки распределены по зонам. Кому-то перепадает, кому-то нет. Лидирует по урожайности хозяйство Курманайского района с намолотом 164 тысячи тонн зерна. На втором месте Бузулукский район 145 тысяч тонн. И третью строчку занимает Ташлинский район. Там намолот составил 107 тысяч тонн зерна. В региональном министерстве сельского хозяйства также сообщают, одним из приоритетных направлений в растениеводстве остается увеличение площадей под высадку зерновых. В текущем году их увеличат до 900 тысяч гектаров, а в следующем стоит задача до 1 миллиона. О спорте. Вторая игра, вторая победа. Футбольный клуб Оренбург в домашнем матче чемпионата ФНЛ взял верх над Нижнекамским нефтехимиком. В отличие от нашего стартового соперника Брянского Динамо, при всем к нему уважении, нефтехимик оппонент гораздо серьезнее. Он сторожил и крепкий середняк второго по силе дивизиона российского футбола. С первых же минут и практически весь матч татарстанская команда держит высокий темп с массой единоборств. Пристальный интерес болельщиков вызывает наш состав на игру. В старте наконец-то выходит восстановившийся после коронавируса Рикардо Алвиш. И новички, Копленко и особенно Эктов, призванные заменить на левой бровке ушедшего Терехова. Первые впечатления от игры Рожеволосого Хавбека самые благоприятные. С листа практически вышел. Буквально две тренировки мы провели. Конечно, есть и какие-то минусы, но понравилась самодача, нацеленность его, я думаю, будет прибавлять. На 32-й минуте срабатывает старое доброе оружие Оренбурга – стандарты. Алвиш с левого фланга навешивает штрафную точно на Кулишева. И тот демонстрирует свою сильную сторону – игру головой. Мяч Артема остается единственным и победным. Хотя хороший шанс увеличить счет представляется Алвишу. Тот бьет точно в угол и голкипер «Нефтехимика» совершает суперсейф. В концовке гости усиливают давление на наши ворота, но хозяева в обороне действуют безошибочно и удерживают нужный результат. Мы столкнулись с командой, которая опытная. Умеет играть на результат. И, наверное, мы не первые, кто здесь 1-0 проиграли, да? Где команда Оренбург удержала счет победный. Я думаю, что, чтобы здесь очки взять, надо было немножко удачи. Сегодня нам ее не хватило. Тяжелая игра – считанное количество острых моментов. Но Оренбург, как и в первом туре, побеждает 1-0 и входит в тройку лидеров турнирной таблицы. Старт отличный. Такая прагматичная победа, потому что соперники тоже хотят играть на победу. Тяжелый результат. Самое главное, что заработали 3 очка. Готовимся к следующей игре. Поэтому, как говорится, игра забывается, результат остается. Третий тур уже в среду. Играем снова дома, принимаем Аланию. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости дня. И в завершении выпуска наша рубрика «Зарисовка». Сегодня предлагаем насладиться видами храма Святой Троицы, находится который в Оренбурге. Храма Святой Троицы. ПОДПИШИСЬ! Редактор субтитров А.Семкин